3 марта 1943 года, после долгих безуспешных боев советские войска, наконец, вошли в Ржев. Но перед ними был опустевший город. Многочисленная немецкая группировка армий «Центр» неожиданно оставила свои позиции. В исторической памяти бои под Ржевом остались самыми тяжёлыми и страшными за всё время Великой Отечественной войны. Советские солдаты называли их «ржевской прорвой» или «ржевской мясорубкой». С ужасом вспоминали о боях в большом пространстве Ржева и немецкие ветераны. Вторая мировая война не знает более масштабного сражения, чем Ржевская битва «Общие потери советских войск», по всей дуге опоясывающей Ржев, по оценке историка Алексея Исаева, составили 1 160 787 человек. Сколько потеряли немцы, достоверно неизвестно, однако только за первые три месяца боев они не досчитались более 330 тысяч солдат и офицеров. Буквально каждый пятачок земли под Ржевом был окроплен кровью и усеян трупами. Не побывавшему там трудно вообразить, что такое смердящее под летним солнцем месиво, состоящее из покрытых червями тысяч человеческих тел, вспоминал ветеран Петр Михин. Что же заставляло германское и советское командование вести бои на истощение сил за Ржевский плацдарм? Немецкий генерал Хорст Гроссман называл Ржев краеугольным камнем Восточного фронта, а в дневнике бывшего начальника генштаба сухопутных войск Германии Франца Гальдера практически каждый описанный день пестрит упоминаниями Ржева. Открыть Ржев – это открыть дорогу на Берлин, все время повторяла немецкая радио. А для советского командования Ржевский плацдарм – это в первую очередь прекрасная возможность отбросить немцев дальше от Москвы и перехватить стратегическую инициативу. В результате Ржевско-Вяземской операции в конце апреля 1942 года образовался выступ 200 километров в ширину и 160 километров в глубину, занятый немецкими войсками примерно две трети всей численности группы армий «Центр». Долгое время немцам удавалось удерживать выступ за счет более выгодной позиции. Заранее оборудованный рубеж обороны позволял немецким войскам обозревать подступы на многие километры, в то время как советские войска вынуждены были вести свои атаки через болотистые низины под непрерывным артобстрелом. Нередко случалось, что оборонительные укрепления по нескольку раз в день переходили то одной, то другой воюющей стороне. Часто полтраншеи занимали немцы, а другую половину мы, вспоминал один из фронтовиков. Досаждали друг другу всем, чем только могли. Мешали приему пищи, навязывали бой и отнимали у немцев обед. Назло врагу горланили песни. На лето ловили брошенные немцами гранаты и тут же перекидывали их обратно к хозяевам. К середине января 1943 года воинские части Калининского фронта освободили город Великие Луки, из-за чего возросла угроза окружения немецкой группировки на Ржевском выступе. Учитывая полный разгром дивизий вермахта под Сталинградом и на Кавказе, положение германских войск под Жевом оказалось очень ненадежным. В штабе 9-й армии понимали, что в отсутствии резервов любой тактический промах и даже небольшой численный перевес противника способны привести к катастрофе, которая могла поставить крест на завоевательных планах Рейха. Более того, по данным разведки потенциальную угрозу несли до 12 тысяч партизан и солдат Красной Армии, отрезанных от своих частей и оставшихся в немецком тылу. В этих условиях планировавшаяся ранее операция по отводу немецкой группировки стала более чем актуальной. Задача стояла серьезная, незаметно для советской стороны вывести 24 дивизии, около 320 тысяч солдат и офицеров, свыше 400 орудий и 100 единиц бронетехники. В свою очередь советское командование намеревалось использовать свой шанс. С целью выхода в тыл группировки противника планировалось подрезать Ржевский выступ, провести окружение и уничтожить основные силы группы армий «Центр». Окончательное решение о выводе войск на заранее подготовленные позиции было подписано 28 февраля 1943 года. Ответственным за выполнение операции под кодовым названием «Бюфель-Буйвол» был назначен командующий 9-й армии генерал-полковник Вальтер Модель. Согласно плану операции на плечи личного состава вермахта лег целый ряд сложнейших задач. Среди них — создание новой линии обороны, построение 200-километровой дороги для автомобилей и 600-километровой для саней и гужевого транспорта, эвакуация хозяйства, скот, запасы урожая, инструменты и более 60 тысяч гражданских лиц. Наиболее серьезной проблемой оказалась эвакуация гражданского населения. Генерал Фридрих фон Мелентин писал, что старые и малые, здоровые и больные, крестьяне и горожане, все настаивали на эвакуации, так силен был ужас перед солдатами и комиссарами их собственной страны. Советская, российская и даже американская историография отрицают возможность добровольной эвакуации мирных жителей. По словам американского историка Стивена Ньютона, приказ эвакуировать местных жителей отдал лично модель. Советских граждан отправляли на принудительные работы по строительству оборонительных рубежей. Кроме того, хотели избежать диверсий и саботажа в ходе подготовительного периода операции и самой операции, заключил историк. В результате успешно проведенной операции немецкому командованию удалось высвободить резервы, которые могли быть переброшены на другие участки военных действий. Вошедшие в Ржев советские части обнаружили в городе только арьергард 9-й арии, создававший видимость присутствия германских войск. Преследование войска Меркка, отступающей немецкой армии, осложнялось хорошо обустроенными оборонительными позициями, минными полями и разрушенными коммуникациями. Сильно тормозило продвижение советских войск и весенняя распутица, начавшаяся в середине марта. Части Красной Армии преодолевали не более 7 километров в сутки. В дальнейшем, лишенные подвоза боеприпасов и продовольствия, натолкнувшись на активное сопротивление немцев, они были вынуждены прекратить преследование. 30 марта операция «Бюффель» была полностью завершена. «Примите мои самые горячие поздравления по случаю освобождения Жева», писал Сталину Уинстон Черчилль. Из нашего разговора в августе мне известно, какое большое значение вы придаёте освобождению этого пункта. О важности Ржевской операции свидетельствует визит Сталина в район Жева в августе 1943 года. Однако итоги этой победы были неоднозначными. Хотя враг и был отброшен более чем на 100 километров, победа была достигнута ценой огромных потерь и разрушений. В результате боевых действий Жев и соседние деревни были практически стерты с лица земли, из 5443 жилых домов Жева уцелело лишь 297, а из 20 тысяч находившихся в оккупации советских граждан выжило только 150. По оценкам Чрезвычайной государственной комиссии ущерб региону составил полтора миллиарда рублей. Ржевская битва считалась одной из самых неудачных операций Красной Армии в Великой Отечественной войне. Её подробности замалчивались советскими историками, как и тот факт, что войска группы армий «Центр» сами покинули плацдарм. Несмотря на донесения разведки, советское командование не смогло своевременно отреагировать на отступление немецких войск и упустило возможность добиться решающего перевеса. Виновным был признан генерал-лейтенант Иван Конев, который с формулировкой «не справившегося с задачами руководства фронтом» был отстранён от должности. Немецкое отступление, напротив, было признано успешным. В результате операции «Буйвол» Вермахт потерял около 15 тысяч солдат, в то время как общие потери Красной Армии, преследовавшей немецкие части, превысили 138 тысяч человек. Отступление позволило высвободить дивизии, которые вместе с переброшенными на Восточный фронт частями из Франции почти полностью компенсировали потерю 6-й армии под Сталинградом. В последний раз у Гитлера появилась реальная возможность перехватить инициативу и начать генеральное наступление.